Где искать декоратора? Если вы организовываете самостоятельно, то, ну, слушайте, интернет вам в помощь на самом деле, потому что, в общем-то, больше нигде, если вы самостоятельно занимаетесь организацией мероприятий. Если вы работаете с организатором, то я думаю, что тут вам в помощь организатор, потому что организатор, уж поверьте, он пересмотрел столько уже разных декораторов, он уже переработал с таким количеством людей, и он понимает, что вообще на выходе может получиться, он понимает, где декоратор немножечко в более проигрышной ситуации, какой проект декоратор может потянуть, какой проект декоратор не может потянуть. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Какие вообще по реализации, как он это сделает, по задумкам. Вообще очень много таких моментов, которые знает организатор, когда он работает с декоратором. Ну, поэтому в случае, если у вас есть организатор, здесь, конечно, я думаю, вопрос об этом не возникал. Если организатора нет, то, ну, слушайте, интернет вам в помощь, Инстаграм вам в помощь. В Инстаграме много достойных декораторов, но очередной раз повторюсь, что, конечно, когда есть проекты с организатором, то это гораздо круче и интереснее. Но, кстати говоря, я еще не сказала важный момент относительно самостоятельного декора. Многие девчонки говорят, вот мне очень хочется там что-то сделать, да, мне хочется внести какое-то свое лепто, потому что я понимаю, что мне нужно вот эту вот свою личную энергетику, энергию вложить в декор моей свадьбы. Для меня это будет приятно. Вот в таком случае, когда невеста хочет это сделать, то мы очень рекомендуем просто вкупе, так скажем, с декоратором. То есть декоратор, грубо говоря, дает какое-то задание, организатор дает какое-то задание, например, вам там нужно найти что-то. Ну, предположим, там у вас, не знаю, папа или там брат работает на какой-нибудь лесопилке, и у вас есть возможность там, не знаю, напилить какие-нибудь доски, предположим. И в таком случае декоратор может сказать, давайте вы там сделайте вот такие вот заготовки, а я там в свою очередь уже доведу это дело до ума. Или там у вас есть какой-то старинный дом где-нибудь в деревне, и вы понимаете, что там масса старинной мебели, которая в принципе никому не нужна, вот она стоит, эта мебель и стоит. Декоратор может сказать, ну давайте там покрасьте, допустим, вот этот комод, покрасьте в белый цвет, а я там дальше уже доведу его до ума. То есть если очень хочется поучаствовать, то вы прислушиваетесь к декоратору и делайте это вкупе. Вообще прислушиваться к декоратору и прислушиваться к организатору, это, мне кажется, такое ключевое и важное, потому что когда невеста прислушивается, то проект в целом получается более успешный, более выигрышный и более интересный. Это уже проверено сотни тысяч раз. Прислушивайтесь, прислушивайтесь, прислушивайтесь. Особенно если вы в очередной раз, повторюсь, не имеете опыта в этом никакого. КОНЕВА ИРИНДА